ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Примерно в это же время в газовой столице случилось еще одно ДТП. На улице Таежный водитель ПАЗа решил, что автобусам правила не описаны и при повороте не уступил дорогу ЛАДе. Пострадал водитель легковушки. В ноябрьске нарушители правил дорожного движения спалили через соцсети. 20 октября автоинспекторы заметили видео в соцсетях, где водителя на марке ловко игнорируют красный свет. Полицейские быстро вычислили героя ролика. Им оказался 29-летний парень. Теперь его ждет штраф. В Надымском районе поймали автоледи под градусом, которая явно не учится на своих ошибках. В поселке Лонг-Кюган инспекторы ДПС остановили 43-летнюю местную жительницу. Оказалось, что дама была не просто за рулем, но и под шофе. Тест на месте это подтвердил. Выяснилось, что даму уже ловили за нетрезвую езду и даже лишили прав на полтора года. Видимо, урок не усвоенный. Теперь женщине светит уголовка за рецидив. В Лабытнанге мужчина отомстил бывший, но попал на штраф. В апреле этого года 40-летний местный житель обиделся на бывшую подругу. В виде наказания он решил поделиться интимным видео девушки с другими людьми. Суд назначил ему выплатить в казну 100 тысяч рублей за нарушение права на частную жизнь. 23-летний ямалец решил ограбить магазин в Санкт-Петербурге с неожиданной учтивостью. Ворвавшись в торговую точку на улице Гороховой, северянин сказал продавщице, «Девушка, извините, я буду угрожать», и приставил нож к горлу. Забрав выручку, он по-джентльменски попрощался. Но вежливость не спасла. Парня задержали. Оказалось, что он работал поваром в ресторане, но, видимо, решил сменить сферу деятельности. Против злодея возбудили уголовное дело, а кассира обратилась за медицинской помощью. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.